Всем привет, вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. Небольшая просьба в начале, кто смотрит меня постоянно, напишите, пожалуйста, кто на меня подписан, у кого нажат колокольчик, чтобы вы видели уведомления. Надеюсь на вашу активность. Дастин Парье в интервью Вэллиотеймен затронул самые разные темы, в том числе гипотетический реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Он дал понять, что во втором бою, если бы такой случился, он был уверен в себе, в своей победе. Я очень уверен в себе, я могу победить любого в мире, в том числе и Хабиба, любой человек в мире. Но в то же время я честен самим собой и понимаю, что это единоборство и могу проиграть кому угодно. Что вы должны понимать, я на 100% верю в свои навыки и подготовку, и я могу победить любого. Заявление Дастина Парье открытым текстом о том, что он чувствует себя лучшим. Вам было бы интересно увидеть реванш Хабиба и Дастина? В одном из моментов боя казалось, что Хабиб плотно попался на удушающий, но он выдержал натиск и в конце концов победил Парье. Дастин злится на себя за то, что упустил тот момент, он был близок к исторической победе. После поражения от Орла, Дастин Парье победил уже три раза, победа над Хукером. Далее он сразился со старым заклятым своим врагом Коннором Макгрегором целых два раза и оба раза победил. Кто разбирается в ММА, сравните пикового Хабиба, которым он завершил карьеру, и нынешнего Дастина Парье. Как вы думаете, как прошел бы их реванш? Майкл Беспинг считает, что Хабиб Нурмагомедов не участвует в разговоре о званиях лучших спортсменов, потому что он слишком рано ушел на пенсию и недостаточно зачтил свой титул чемпиона в легком весе. Хабиб повесил перчатки на гвоздь после UFC 254, позже освободил свой титул, теперь его будет разыгрывать Ливиера и Дастин Парье. Майкл ответил, что Хабиб не конкурировал с бойцами высочайшего уровня на протяжении долгих лет, в отличие от Джонса, Сильвы или Сан-Пьера. Если сравнивать успехи Хабиба с успехами Жоржа Сан-Пьера, Джона Джонса или Андерсона Сильвы, они конкурировали с бойцами мирового класса в течение более долгого времени, говорит Беспинг. При этом Беспинг заявил, что с большим уважением относится к решению Хабиба завершить карьеру. Я знаю, что это его решение завершить карьеру было связано со смертью отца и обещание, которое он дал матери. Я говорю это с огромным уважением к Хабибу. Я далек от того, чтобы преуменьшать его достижения в карьере. Никогда даже не думал бы об этом. Согласно с Беспингом? Напишите в комментах, а мы двигаемся дальше. Доминик Рейс все еще злится на Джона Джонса за поражение на UFC 247 в феврале 2020. Хочет, чтобы UFC не увольняли его Джонса после последнего ареста, а наоборот оставили. Рейс хочет взять у него реванш. Рейс Джеймсу Линчу на Fanatics View. Лично у меня осталось незаконченное дело. Держите этого парня, чтобы я мог снова избить его. В целом, не так много хотелось бы говорить про этого человека. Все это очень плохо выглядит. Будучи одним из величайших в спорте, за все время он попадает во все эти неприятности. Я не понимаю, почему. Доминик Рейс хочет снова драться с Джоном Джонсом в полутяжелом весе. Но забывает, что сейчас он сосредоточен на переходе в тяжелый вес. Но Рейс, как он говорит, уверен, что Джонс вернется в родной вес. Если этого не случится, то у Доминика есть другой вариант. Он не исключает, что может сам подняться выше. Но по мере того, как мое тело меняется и адаптируется, я набираю больше веса и становлюсь большим человеком в целом. Возможно, я в итоге сам окажусь в тяжелом весе. Сейчас я полутяжеловес. А вы, друзья, хотели бы увидеть реванш Джона Джонса и Доминика Рейса? Кто бы победил во втором поединке? Удариуша презрение к заслугам Гэджи и Чендлера. Он обесценил их достижения в ММА и возвысил свои успехи. В конечном итоге все это вылилось в критику обоих. На UFC 262 Дариуш полностью доминировал над Эль Кукуем на протяжении всех трех раундов. Он помешал Фергюсону использовать его сильные стороны. В итоге разочарование болельщиков Эль Кукуя и победа Дариуша единогласным судейским решением. В недавнем интервью Зешмо, набирающий обороты претендент, рассказал, что он нацелен на декабрьский турнир. И готов быть запасным на случай травмы кого-то из боя Ольвира Парье. Несмотря на то, что многие предполагают, что победитель боя Гэджи и Чендлер будет следующим в очереди на титульник, у Дариуша совсем другие мысли об этом. Он заявил, что его форма лучше обоих и он должен сразиться за пояс раньше Гэджи и Чендлера. Серия из семи побед, куча запоминающихся выступлений, 20 боев в UFC, люди все это забывают. Я думаю, что у меня 16 побед в UFC или что-то в этом роде. Так что все это ставит меня впереди их всех. Я, скорее всего, найду кого-нибудь, чтобы размяться, а после этого или Чарльз, или Дастин, не имеет значения, кто будет следующим из них. Маккензи Дерн рассказала о проблемах женщин-бойцов. Говорит, я потеряла 50 тысяч подписчиков после того, как объявила о беременности. Она на собственном примере узнала, насколько непостоянными могут быть болельщики. Постоянно надо все время все доказывать. Видите ли, мужчины, если красивы, то другие мужчины высмеивают их. Он не так хорош, что-то вроде этого. Но что касается женщин, нам говорят, давайте все посмотрим, как она сражается, потому что она очень красивая. Мы проходим через все это, всегда надо что-то доказывать. Дерн заметила также резкое уменьшение своей аудитории после того, как объявила о беременности. Давайте послушаем. Я все еще пытаюсь вырастить свою фан-базу среди женщин. Но я думаю, что это должно происходить естественно, потому что я представляю себя матерью, женой и атлетом. Но, тем не менее, я быстро потеряла 50 тысяч подписчиков, когда объявила о своей беременности. И 80 тысяч до моего следующего боя. В ММА-сообществе больше мужчин, чем женщин, поэтому это в основном мужская аудитория, сказал Дерн. Свой поединок Маккензи Дерн, номер 4 рейтинга, проведет против Марины Родригес, номер 6 в рейтинге женского минимального веса. И это будет главный бой турнира UFC на предстоящих выходных. Дана Уайт рассказала о планах UFC по продвижению в Африку. В UFC теперь есть три чемпиона африканского происхождения. Это Усман, Адесани и Ингану. Уайт понимает, что таланты из Африки еще будут появляться, и в этом нужно им посодействовать. Сегодня UFC всерьез рассматривает возможность проведения там турнира. Это будет идеальным мотиватором для молодых спортсменов, которые тоже хотят добиться успеха в жизни. Также напомню, что можно подогреть интерес к футболу, вся информация в закрепленном комментарии, а по слову Антонов получаем фрибет. Вот что говорит Дана Уайт. У меня есть много идей, которые можно реализовать в Африке, не только проводя турниры там, но и открыть пару спортивных институтов, начать поддерживать молодых, которые горят этим делом. Моя цель – вывести детей с улицы в спортзал. Количество нереальных талантов, которые выйдут оттуда, будет безумным. У вас должны быть эти ребята, которые голодные до побед, а Африка полна таких, у них большая мотивация. Если бы UFC провел турнир в стране, это могло бы быть одним из самых продаваемых пей-пер-вью в истории промоушена. Турнир сразу со всеми тремя африканскими чемпионами, это было бы просто нереально эпично. Спасибо, что посмотрели, надеюсь, что вам было полезным это видео. Если все так, то мне очень приятно, что работа проделана не зря. Сейчас по традиции будут лучшие комментарии, а я желаю вам всем удачи. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok